Библиотекарь Евгения Макринская Не мечтал бы оказаться на их месте А уж когда появились экранизации Об этих великих детективах Просто хотелось оказаться внутри фильма И вместо них расследовать все загадки и преступления Но на то они и великие сыщики, чтобы быть неповторимыми Но чему-то они нас учили Учили наблюдательности, вниманию, умению логично рассуждать Делать выводы, доверять своей интуиции И где же нам это все применить на практике Наша обычная жизнь Обычная В ней не так много загадок И к счастью практически нет преступлений И вот появилась книга, которая даст каждому из нас Независимо практически от возраста И детям, и подросткам, и взрослым Родителям, и бабушкам, и дедушкам Проявить свои детективные способности На выручку к нам пришел детектив Щука Вот эта замечательная книга В ней на 106 страницах собраны, напечатаны Очень интересные детективные загадки Это своего рода комиксы Даже не своего рода, а комиксы В которых изложена короткая история И эту историю, связанную с какими-то Не всегда серьезными, но всегда нарушениями закона и порядка Эти все истории расследует детектив Щука Немного забавный, немного нелепый, невысокий Толстоватенький человечек в очках и котелке Никакого сравнения с Шерлоком Холмсом Или с комиссаром Мегре У него нету таких усов, как у Эркюля Пуаро Нету той доброты и практической сметки Которая есть у мисс Марпл Но есть все, что нужно детективу Для расследования преступлений И вот эти истории мы с вами тоже можем попробовать разгадать Одну из них я хочу вам предложить послушать Картинку вы сейчас увидите на экране А что там происходит, послушайте, пожалуйста Итак, эта история называется невозможный паспорт Детектив Щука получил задание отправиться в аэропорт международный И арестовать, задержать мужчину, который прибыл рейсом из Копенгагена с фальшивыми документами Он получил описание этого человека Достаточно такое расплывчатое Невысокий, полный, в очках, с длинным носом и усами Под это описание из прибывших пассажиров попадали двое мужчин Детектив Щука должен был выяснить, кого из них предстояло задержать Я попросил обоих называться и показать паспорта Первый заявил, что его зовут Ян Вольф И он родился 31 апреля 1946 года Второй представился Йозефом Косом, родившимся 14 мая 1947 года Одному из них я паспорт уже не вернул Он был поддельный Кого из этих двух мужчин задержал детектив Щука? Предлагаю, дорогие друзья, поразмышлять над этим вопросом А ответ на него вы можете написать в комментариях к этому видео И вот сейчас я должна добавить, что детектив Щука жил и работал в 70-е годы 20 века Жил и работал в Чехословакии Его придумали два веселых и интересных человека Тезки Иржи Колоусик, замечательный художник И о самой истории придумывал Иржи Лопачек Вот благодаря талантам и выдумке этих двух людей Детектив Щука на протяжении 16 лет Заставлял шевелить мозгами читателей журнала Огонек, который издавался в это время в Чехословакии Ну а сейчас была собрана вот эта книга из самых лучших, самых интересных историй о детективе Щуки Переведена на русский язык И теперь она есть у нас в библиотеке И поэтому я в очередной раз предлагаю, дорогие друзья, прийти к нам Взять эту книгу и насладиться возможностью стать Шерлоком Холмсом Или мисс Марту Кому кто из них больше нравится Ну а на самом деле мы все будем детективами-щуками Потому что расследовать мы будем те самые истории, которые расследовал и он Кроме того, он больше всего похож на нас с вами Он абсолютно обыкновенный, ничем не выдающийся человек На первый взгляд, как и каждый из нас Давайте попробуем раскрыть те таланты, которые в нас дремлют Таланты наблюдательности, внимательности, умение анализировать, делать выводы И тогда и в нашей обычной жизни все загадки и сложности будут разрешаться Точно так же, как они разрешаются на страницах этой книги о детективе Щуки А на сегодня все, дорогие друзья До свидания, до следующей встречи Субтитры сделал DimaTorzok